Часто нам хочется быть смелыми, быть идущими своей дорогой. И, конечно же, такие поступки вызывают восхищение и так далее. Но, знаете, постоянно идти своей дорогой, ну, отбился от ста и попал в лес, съели волки. Скорее всего, судя по тому, что вы описываете, не всегда ваши близкие, окружающие вас люди предпочитают пользоваться вашей поддержкой в своей саморегуляции, в своем настроении. Иногда они хотят делать это самостоятельно и с другими людьми, а не с вами. И вот здесь тогда стоит вопрос, что вы чувствуете, когда вам говорят, я буду сам саморегулироваться, мне не нужна сейчас никакая поддержка, я это буду делать сам. Что значит, не время думать о себе. Есть миллион практических инструкций, где как раз указывается, что в случае, если с кем-то не очень, нужно подумать о себе. И все вы их знаете, минимум одну самую известную из самолета. Подкаст три пункта Всем привет! Это подкаст три пункта «Психология и юмор», где вы, наш слушатель, задаете вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на ваши вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений. И сегодня с вами, как всегда... Я Гоша Голышев, психолог и гештальтерапевт. Я Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур. И это второе летнее включение, июльское. В конце июня мы сделали лайв-запись, приглашали зрителей, пришло 70 человек. Очень круто было. Был прекрасный зал. 71. Да? 71. Был прекрасный зал. Очень классная атмосфера была, да. Если вы не слушали это летнее включение, то послушайте. Вот такой лайв был, а сейчас мы в наших обычных тепличных условиях. Мы как помидорки растем. Нет, если летом, наверное, будет актуальнее говорить арбузы. Арбузы. Вот мы с Сашей вдвоем. Третье летнее включение тоже будет, оно будет в августе. Оно будет с гостем, мы уже договорились. Третье летнее включение, да, будет с гостем в августе. А еще, знаешь, мне кажется, мы хотим с тобой... Можно тему, кстати, назвать его, вот этого третьего летнее включение. Про отношения, про семейные отношения, про парные отношения. Зовем гостя специально для этого. Оставим пока инкогнито. Инкогнито. Да, вот поэтому... Что ты хотел сказать? Я хотел сказать, что в сентябре, на старте четвертого сезона, планируем еще одну лайв-запись. Вот, пока точную дату вам сказать не можем, но я думаю, что вот в этом выпуске чуть позже, да, появится ссылка. В середине августа. Да, мы поймем, да, какая дата. Ну и точно прикрепим к этому выпуску ссылку. Если вы слушаете этот выпуск в середине августа, ссылка уже есть. Ссылка уже есть, да. И прикрепим к следующему выпуску ссылку на дату и, в общем, там, на билеты. Все как всегда, поэтому... Ну и, конечно, будем анонсировать в социальных сетях запрещенных, незапрещенных. Подписывайтесь, кстати, на наш Телеграм-канал. Вот. Три пункта прямо в Телеграм набирайте. Вот, ссылочку тоже оставим в выпуске. Там прикольненько. Ну что? Поехали к вопросам. Сегодня разные темы, кстати говоря. Разные темы, но они... Я постараюсь, наверное, такую тему продвигать. Есть такой термин, я думаю, что очень многим известен. Слияние. Слияние. Его очень многие говорят. Ты находишься в слиянии. Не отношение, а слияние. Вот. Ну, часто используют в негативном контексте. Но понятно, что есть и позитивный контекст этого слова. Вот. И сегодня попробуем опираться на этот термин во всех пяти вопросах. Ну, посмотрим, насколько это получится в реалии. Вот. Так что пять вопросов. Я, знаешь, подумал, если убрать одну букву, получится что-то на Стивен Кинговском. Как? Скажи-ка. Сияние. Ага. Окей. Да, ну погнали. Поехали к первым вопросам. Привет, Саша Егоша. Слушаю вас недавно, но ваши манеры общения, ваши голоса и смех сразу меня зацепили. Получаю искреннее удовольствие от ваших подкастов. Ой, спасибо большое. Хочу задать вопрос по поводу личных барьеров. У меня есть желание открываться близким и обсуждать с ними свои проблемы. Но постоянно меня что-то... Мне не дает делать это спокойно. Вот такая вот орфография здесь. Мне стыдно говорить, если меня что-то беспокоит. Я не ощущаю, что имею право испытывать эти чувства, вызванные причиной беспокойства. И вообще, имею ли я право о них говорить? Когда меня намеренно спрашивают, то я очень долго собираюсь силами, чтобы сказать ответ. Из-за этого меня также пожирает чувство стыда, потому что я трачу чужое время и силы на свои страхи и загоны. Боюсь, что мои переживания обесценят. После некоторых слов моего близкого человека я окончательно замкнулась. Я призналась ему, что обесцениваю свои проблемы и мне сложно о них говорить. И в ответ получила просьбу при таком раскладе не выносить мозги. Еще и взяла это бремя на себя, так и неси. В кавычках последняя фраза. Я очень хочу выйти из этого барьера. Что-то получается, но сильных продвижений нет. Вот такой вопрос. Да. Выйти из этого барьера, я так понимаю, стыда, да? Да, 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 видимо, да, да, да. Стыда в самопредъявлении, в рассказе о себе и так далее. Слушайте, ну давайте первый пункт будет такой вполне себе очевидный и легализующий. На самом деле испытывать чувства, сейчас попозже скажу, какие чаще всего в этом случае могут случаться при предъявлении себя, своих переживаний окружающим, это признак того, что вы как бы находитесь действительно в контакте с собой и вы что-то чувствуете, говоря другому. Да, то есть как-то достаточно сложно себе представить, что я вот сейчас даже... Вы как терминатор голая зашли к родственникам, мне нужна твоя одежда и мотоцикл, да? Да, 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 мне нужно с вами поговорить, чтобы вы меня слушали. Вот, и даже сейчас я, отвечая на вопрос, но так или иначе, да, общаясь со слушателями посредством подкаста, всё равно испытываю ряд чувств каких-то. Вот, они могут быть приятные, они могут быть неприятные для меня, они могут быть приятные и чрезмерные, например. Они могут быть неприятные и чрезмерные. Да, или неприятные, но переносимые, например. Вот, и приятные и чрезмерные тоже могут мешать мне в выражении себя, потому что я могу, не знаю, там, потеть, у меня может усиляться сердцебиение от радости, Я могу из-за этого говорить непонятно Ну или как-нибудь так, что Вообще не замечаю, что там происходит С тобой, например, Саш Вообще не вижу Ты слушаешь меня, какая твоя реакция Я просто весь погружен в свои Забрало-упало просто у Гоши Вот это, кстати, забрало-упало И это, в принципе, одна из характеристик Может быть, слияния Что происходит? У меня забрало-упало Ты, да? И так далее Ну и в то же время могут быть чувства, которые мне неприятны Но они могут быть вполне переносимы Вот, и я могу Даже их осознавая, испытывая и так далее Все равно выбирать Высказываться и так далее Вот, поэтому Что можно испытывать, мне кажется, да? То есть Вот мне нравится такая градация, мне кажется, мы когда-то В выпуске про стыд уже про нее говорили Что есть такая градация смущения Есть такая градация Как стыд Есть такая градация, как Позорище Да, 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 да Ну, то есть И все-таки тогда, что вы испытываете? Какая интенсивность ваших чувств? Вот это О, да, вот это хорошо позамечать Потому что мне кажется, что Тоже мы про это говорили Что вот смущения как раз Часто путаются стыдом И Ну, раз я смущаюсь, значит, я не готов говорить Ну, раз я что-то испытываю такое У меня краснеют щечки Или я У меня учащается пульс Или я несколько Чувствую себя неловко Высказывая свою мысль Вот прямо сейчас Ну, нет у меня такого Спокойствия Уравновешенного Вот То мне лучше помолчать Потому что я Со мной что-то не в порядке А это как раз Это мой интерес И мое волнение Которое Естественно При каком-то важном Мессендже от меня Вот И Еще есть Кстати говоря Мне Тоже недавно Давно мы не ссылались на Лешу Смирнова Так Я был на интенсиве в Петербурге И Была у него лекция прикольная Для тех, кто слушает впервые Это Коллега Георгия Голышева Да-да-да Это Психотерапевт Психиатр И Он Очень классно Обозначил Что такое Смущение На его взгляд Я сейчас попробую это Воспроизвести Да Ну понятно, что в моей интерпретации Смущение Это Неожиданное Сейчас у меня слово вдруг вылетело Только что было И вот так Больше Неожиданная уместность Ух ты То есть Когда ты приходишь И Тебе вдруг сильно рады Говорят Да-да-да-да О, как хорошо, что ты пришел А ты хотел тихонечко войти Чтобы за ней очень обращали внимание Как-то на тебя не смотрели Ну, или там смотрели Но как-то без вот этого Сильной внимательности Или эйфории И вот тоже Вроде бы тебе рады Вроде бы тебе Наоборот Вот, приходи Сейчас мы все Смотрите, кто пришел Сейчас мы Давайте мы поаплодируем Это такой человек Прекрасный Ты стоишь просто Можно, давайте тихо Как-то Ребята, я просто хотел Я просто принес пиццу Да Вот эта неожиданная уместность Тоже иногда вызывает смущение Вот Интересно В этом случае Что Ну, вот это вот Желание проявиться Желание Вот, как вы сказали Открываться близким Обсуждать с ними Свои проблемы Оно Ну, действительно Волнительное Волнительная история И в этом смысле Чувствовать Некоторые Спектр переживаний Это вполне себе Естественно И очень даже Хорошо, что вы себя Может быть В какой-то степени Притормаживаете Потому что Если вы чуть-чуть Выйдете из слияния Со своим стыдом И начнете замечать Близких То вы, наверное, Заметите Что какие-то темы Вы готовы Рассказывать им Чуть спокойнее С большим доверием Какие-то темы Для вас будут Более тревожные И вы Будете больше Ну, скажем так Бояться Предъявлять их Какие-то темы Вы вообще Заметите Что ни в коем случае С этими людьми Близкими Обсуждать не буду Вот И в этом Как раз И чувство стыда И помогает Некоторые градации И видение реальности А вот сейчас Ту тему Которую я хочу Поднять С моими близкими Они вообще Готовы меня слушать Они вообще В каком настроении Не будет это Для них Как снег на голову Они вообще Сейчас пьют чай И готовы К диалогу Или они там В каком-то В каких-то своих делах И правда Тогда Могут отнестись К моим переживаниям Как-то невнимательно Или агрессивно Типа Блин Отстань Нам сейчас Не до этого Блин Ты так угадал мысли Я просто хотел Как раз Про это И типа Рассказать А типа Готовы ли они вообще Ну типа К этому диалогу То есть Вдруг вы реально Пришли Как на типа Собрание Там сидели Чай Спокойно пили А давайте К вам расскажу Про Свой секс Вот у меня Вот такое Там есть Или что-то У меня такое И они сидят А они просто Смотрели Там какой-нибудь Не знаю Сериал Там по телевизору Сидели Чай Пили Сухарь Смотрели Спокойно ночи Малыши С своими детьми Да 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 Вот Просто типа Проготованность То есть Не всегда же люди готовы Мне кажется Да Да И я вот к чему К тому что Как раз Эти чувства Которые возникают Они Могут Помогать вам Но Только в том случае Если вы как раз Будете наблюдать За этими чувствами В контакте С людьми Потому что Если вы будете Сидеть у себя В комнате И думать Фантазировать Ну несколько Да Сами с собой Нагнетая Увеличивая Гиперболизируя Свои чувства То действительно Вы становитесь Полностью Таким Пунцовым Внутри себя Полностью Застыженным Как рыба Фугу Надулись Да Да А когда вы начнете Слушать Я Вот правда Слушайте Может быть Этот вечер Будет вечером Где мы Болтаем Здорово Давайте Вот Как дела А у меня Вот так Ну и как-то Постепенно Замечая И Выбирая Что будете Говорить Вот в данный момент Глядя на людей Наблюдая за собой Как вам Эту тему Озвучивать Не стесняясь В какой-то момент Остановиться И действительно Решить Что вы не будете Вот именно Эту тему Вы обсуждать Сейчас не будете Потому что Как-то вы Не очень себя Чувствуете Что эта тема Уместна Сейчас в вашем Диалоге Вот это Такой первый пункт Вот Второй пункт Ну наверное Он такое продолжение Первого И очень коротенький Будет Все-таки Как вы определяете Что у вас есть Желание открываться Близким То есть Желание открываться Близким Хорошо То есть Мне хочется Как я вот Себе вот так Представляю Мне хочется Обсудить Ну быть более Откровенным Для чего Это уменьшит Вашу дистанцию Это позволит Получить поддержку Какую-то Получить поддержку Или какие-то ресурсы От близких Это позволит вам Не знаю Открыться И тогда вам Кажется Что близкие Будут вас лучше Понимать По жизни И тогда Ваши отношения Там изменятся Изменятся Улучшатся Вот для чего То есть Желание Открываться Близким Хорошо Но Каким близким Этим Другим Всем близким Какому-то конкретному Близкому Для чего Что Типа какая потребность За этим скрыта Да Для чего вы Это хотите делать Вот И вот Как вы определяете Вообще это желание Я вот Вокруг этой темы Несколько Подробнее бы остановился Но Предлагаю вам Это самим сделать Вот Все-таки Что стоит В основе Вашего желания Вот И И какие У вас Предполагаемые Результаты И ожидания От этого разговора Очень круто Да И действительно ли Ну и готовы ли вы Несколько рискнуть Потому что конечно же Если вы Никогда эти темы Не обсуждали И вот сейчас Вынести их На обсуждение С своими близкими Насколько Насколько вы Действительно готовы К тому Что часть Ваших ожиданий Оправдается А часть нет Вот Насколько вы готовы Сами корректировать Ваши ожидания Допустим Говорить Слушайте Я вот сейчас Хотел бы Рассказать вам Одну историю И мне очень важно Чтобы меня выслушали Сказали А вы как поступили На моем месте Допустим Или Я вам сейчас Расскажу одну историю И мне вот Не хотелось бы Чтобы вы предлагали Мне варианты решения А вы сказали бы Что вы ко мне чувствуете Или Какие у вас эмоции Вызвала эта история Или вы бы сказали Поделились Своим опытом Из своего Допустим Если это Старший и близкий Опыта своей юности И похожих Историй вашей жизни Как вы Как у вас происходило Это Что с вами Есть уже Некоторый запрос Мое желание Формирует Некоторую Форму Которую Я Ожидаю И которую я Транслирую Близким Что мне нужна От вас такая форма В ответ И это тоже Несколько снижает Напряжение Потому что Результат и ожидание Становится чуть более Предсказуем Другое дело Справятся ли с этим Запросом ваши близкие Не знаю Потому что У кого-то Но В любом случае Это так или иначе Позволяет Задать какие-то Границы Вашей беседы Задать что-то Что позволит Вам чувствовать себя Более безопасно В этом обсуждении Вот Можно я еще У меня есть мысль Про Второй пункт И Знаешь Мне кажется Я подумал Про то Что Вообще Иногда Себе Супер Полезно Задавать вопрос Для чего Это вообще Нужно Ну Типа Про то Что цель Какая Цель Вот этого Разделения С близкими Своими Эмоциями Чувствами И вообще В целом Мне кажется Иногда Задавать Вопрос Для чего Мне это Нужно Типа Что я хочу От этого Супер Полезно Вот А мысль В следующем Третьем пункте Знаешь Как Подумал Как будто У меня Прочитая Прочитав Еще раз Вопрос Я подумал Что Что-то С атмосферой Безопасности Не то Странненькая Да Не то Как будто Мне кажется Если Ну то есть Ты предполагаешь Что у нашего Слушателя Ницы Ницы Вот у нее Есть Основание Да Что Возможно В ее Семье В ее близких Принято стыдить За те темы Которые она собирается Поднять Да А Ну тогда Вот Тогда Ваш стыд Как раз Сигнализирует вам Что Как-то Действительно Это может Произойти Не зря Вы стыдитесь Потому что Это не вы стыдитесь А вы Переживаете Что вы будете Престыжен Да Вот Если мы Опять же Поговорим Про некоторые Что вы боитесь Быть Престыженными Что вы Злитесь На то Что возможно Вас за это Престыдят Что вы Не знаю Там Что-нибудь еще Вот Что стыд Это как Некоторое Вторичное чувство То есть Вы Есть Чувство Которое Возникнет В ответ На Престыживание Вот И вы с этим Чувствуем Своим Не хотите Сталкиваться Конечно Я расскажу Свою историю Меня Престыдят И разозлюсь Ну кто ж Такого хочет Не самый Желательный Такой Музахист Да Спасибо Класс Саша Интересная мысль Ну а Третий пункт Я вообще подумал Что вот это вот Возбуждение наше Когда мы такие Ох Сейчас что-то сделаю Ох Как хочется Что-то сделать Ох Как мне сейчас Не терпится Подойти к тому Человеку И с ним заговорить Вот Это прекрасное Чувство Прекрасное состояние Такого Нетерпения Желания Такого Но важно понимать Что Ну правда Возбуждение Это такая штука За которую Иногда прилетает Вот Потому что Особенно в общественных местах Да Ну В этом и прикол То что Конечно же Хочется всегда Возбуждаться На те Объекты Или в тех ситуациях Которые будут отвечать Согласиями Ответным Возбуждением Естественно Естественно Но иногда Происходит Облом И он говорит Ну-ка Ты что Удумал себе Что я После первого свидания Выдал тебя замуж Ты что Придумал Еще чего тебе Вот Ну то есть Ну вот так Сказали нет Ну а ты там уже Возбужденный Ходил и думал Все Сделай предложение Она согласится Она говорит А нет Ты что Я вообще не готов К такому Тестному шагу Вот пример Такого Возбуждения И вот Такого Некоторой остановки Человек говорит Стоп Стоп Ты что Тут перевозбудился Еще Не на ту часть тела Ты кольцо принес Да-да-да Вот поэтому Ну Как говорится Жизнь такая штука Где Часть моего возбуждения Какое-то Мое возбуждение Может быть удовлетворено А какое-то Остановлено Потому что Кто-то не собирается Возбуждаться Удовлетворять Мое возбуждение Да-да-да Ну Такое бывает К сожалению И причем Ну тут важно Что понимать Что Как мы говорили Если опять же Так Поработать со слиянием Во-первых Возбуждение Может останавливаться Потому что Оно сейчас Не может быть удовлетворено Кто-то говорит Сейчас Не выйду Через год Может быть подумаем Давай вернемся к этому Разговору попозже Я просто сейчас Очень неожиданно Для меня новости Вообще Да-да-да-да Или кто-то Говорит Выходить замуж За тебя не буду Но детей Рожу Знаешь Ты такой Ну в целом Гражданский Граф У нас будет Тебе как такое То есть Удовлетворяется Частично То есть Отвергается Не полностью Человек Вот А Отвергается Какой-то Конкретный Его запрос Вот Поэтому Тут тоже Важно Замечать Что В разговоре С близкими Нам могут сказать Сейчас Сейчас для меня Это шок был Вот знаешь Часто такое Вот Ребенок приносит Какую-то новость Родителям И они Просто сначала Да В шоковое состояние Впадают А потом Таки приходят С себя Поговорили с друзьями Почесали репу Приходят И выдают нормальную реакцию Ну потому что В тот момент Они не были готовы К встрече С такой новостью Ну или же И потом Вот эти Друзья С которыми Они поделились А смотри Он там У Ванькина Панина Лешка тоже Собак трахает Простите Ну то есть В этом смысле Тоже Немножко дифференцируйте Что именно С чем именно Сложно сталкиваться Или что именно Не готовы Или вообще Они не готовы Вас услышать Или сейчас Не готовы Вообще не готовы Все эти темы С вами обсудить Или вот эту Конкретную тему Не готовы Ну вот как-то так Вот может быть Вполне есть прекрасные Родители Но Не все готовы Обсуждать Да Ну потому что Потому что Класс Поехали ко второму вопросу Здравствуйте Беспокоит Следующая проблема Меня очень задевает Когда люди В окружении Говорят Что я вся такая Скромная Ангел Воплоти В кавычках Тихая Я знаю Что интроверт Поэтому с малознакомыми людьми Не всегда охотно Вступаю в разговор Но с близкими друзьями Я достаточно общительная Эмоциональная Становится неприятно Когда мне об этом говорят Хочется выразить Хочется возразить И объяснить Что это не совсем так В определенных ситуациях Я веду себя спокойно Но это не значит Что я хорошая девочка Опять же в кавычках Мне еще не нравится Навешивание ярлыка Прилежности Хотя скорее всего Это правда Я пыталась анализировать Почему у меня возникают Такие чувства И пришла к таким выводам Хорошая Прилежная Девочка Возможно Для меня значит Неинтересная Скучная Грустная А если я такая То со мной не захотят дружить Обращать внимание Любить и уважать Спокойная Тихая В кавычках Значит не могу дать отпор Отстоять свои границы А это на самом деле так Я стараюсь говорить нет Но мне тяжело Это дается Я словно не могу смириться с тем Что произвожу такое впечатление Потому что такая и есть Почему все-таки мне неприятно Когда люди замечают мою скромность И говорят мне об этом И как избавиться от этих чувств Вот такой вопрос Да Как всегда Знаешь Хочется начать с какого-то такого Лайт пункта Какие-то пункты по Заковыристей Вторыми и третьими пойдут Ну вы вначале говорите Что хочется возразить им на это Когда они говорят Что я такая тихая И какие там еще Предлагательные используют Хорошая девочка Скромная Скромная Да вот это вот все Ну так возразите Скажите Я разная Или Ты видишь меня только с одной стороны Или Пошел в жопу Со своими выводами про меня Мне они неприятны Ну так возразите Ничего вы Вот Видите Я привел вам три разных возражения В зависимости от степени Степени охуевания Того с кем мы разговаривали Или вас самих Вот То есть Ну а что Вот так и скажите Что я другая Ну или ты меня Видишь Это ты меня видишь Такой На самом деле я другая Ну я бываю разный Ну то есть Очень здорово Это Ну пошел в жоп Своими выводами Конечно не поддержит Диалу Хотя почему бы и нет Иногда и поддержит Но вот Ты видишь меня только с одной стороны Очень поддержит Интерес человека Скажешь Да ничего себе Какой ты еще бываешь Ну когда-нибудь узнаешь Я бываю плохой девочкой Да-да-да После полуночи пожалуйста Встретимся после полуночи И в оборотне И по стене ползла Вот Ну второй пункт Собственно говоря Вы сами И называете свою Главную остановку Я тоже хотел в кино Что вы очень круто Замечаете Типа про то Ну что вам не нравится Я имею ввиду Да То есть Вы пишете Почему все В конце вопрос Почему все-таки Мне неприятно Когда люди замечают Мою скромность И говорят мне об этом Ну потому что Вы и сами говорите Что я так думаю Что Хорошая прилежная девочка Неинтересная Скучная Грустная И с ней не будут общаться Дружить Любить и уважать То есть по сути дела Вы слышите Не скромная Хорошая прилежная девочка А слышите Ну ты конечно Ты скучная Ты неинтересная Это грустная Да вообще Иди в жопу Да-да-да Если вот такие слова Для вас значит Хорошая прилежная девочка Именно вот такое значение имеют То конечно Почему вам неприятно Потому что вот так Да-да-да Потому что это Вам кажется таким Да Потому что для кого-то Вот я недавно Разговаривал с коллегой Так Про другого человека Мы не сплетничали Я просто Она говорит Да, он такой очень хороший Скромный человек Она говорит Она еще говорит Он лишнего Не попросит И это было Позитивно Характерически Описывающе Что он адекватный Ненаглый И вполне себе Честный человек Вот А для вас бы это звучало Как Ну какое-то скучное И интересно А это наоборот было Вот Похвала В нашем диалоге Это было как нечто Чему можно Ему можно доверять Вот что Да С ним можно иметь дело Поэтому Здесь Интересно Как так сформировалось Такая интерпретация Да-да Почему так сформировалось Ну может быть Потому что правда Я так подозреваю Что Мне кажется Часто В подростковом возрасте Конечно же Популярные люди Самые Как бы ты сказал Саш Плохиши Плохиши Я бы сказал Самые выебистые О Вот Мы поменялись ролями Гоша Я надеялся Скажу это слово И не придется Смотрите Как он меня провоцирует Да Это вы думаете Я хочу матом уготся Нет Он меня под столом Ногой шлепает Постоянно Давай-давай Скажи Вот Ну и тогда Правда Эти люди получают Какое-то признание Восхищение Внимание Признание Да-да Все вешаются им на шею Кричат Боже какой ты смелый И чумовой Потому что естественно Все хотят Ну ладно Часто нам хочется Выделиться Часто нам хочется Быть смелыми Быть Идущими Своей дорогой И конечно же Такие поступки Вызывают Восхищение И так далее Но Знаете Постоянно Идти своей дорогой Ну вот Отбился от ста И попал в лес Съели волки Вот Тоже так бывает Иногда лучше Эти хорошие Прилежные девочки По той карте Которая тебе Гугл Мэкс Показывает Как бы слушать Тенечку Которая тебе говорит Поворот направо Через 300 метров Вот А не по какому-то Своему вымышленному Я пойду По самым Темным переулкам Ну пошел Все Надо остановиться Отлично Да И перед камнем распуть Такой налево пойдешь Да Хорошая девочка Направо Хорошая девочка Нет Не направо Плохая девочка Пошел направо Вот Ну Я не могу Надел красную кожаную шапочку С кляпом ворту Да И к волку с плеткой Да Но секса не было Он просто тебя сожрал Под хвост Так сказать К волку Ладно Мы что-то разогнались Не на эту тему Я думаю Ребята Это мне кажется Стоит на цитаты Выкладывайте Это на тревых сторис Отмечайте нас Репостнем Вот Поэтому Видимо Тот опыт Который у вас был Подтверждал Вот эту вот Идею Что хорошая прилежная девочка Это Вот такая вот Не очень Не очень Да Вот И в этом смысле Здорово Вот что мы сейчас делали Вот этими нашими смешными Как нам кажется Примерами Мы постарались Показать Что в обоих полюсах И в хорошей прилежной девочке И в чумовой оторве Есть свои возможности И есть свои риски И ограничения Да Вот Поэтому возможно Вы что-то Как-то не очень Замечаете Возможность Другой полюс Возможность Хорошей прилежной девочки А как-то Зато Очень хорошо Замечаете Сейчас Преимущество Смелой оторвы Вот Ну Можно двигаться Чуть-чуть к смелой оторве Но вы помните Что там тоже Знаете Вот Слушай Знаешь Я про что хотел Третий Третий Уже пункт Знаешь Про что хотел Вот по второй части вопроса Как избавиться от этих чувств Но как будто бы У меня есть ощущение Знаешь Что Ну Иногда Вот Как Слушательница здесь описывает Хорошая прилежная девочка Иногда говорят С такой интонацией В таком ключе Что это реально может бесить И типа Ну И тогда Почему вы Должны Не злиться То есть Ну Если это реально злит И если это реально бесит Ну Когда говорят Знаешь Ну Не то что от установки своей Там да Типа Я такая грустная Там Неинтересная И там Поудобная А именно Когда Знаешь В таком Ой Ну Понятно Хорошая Девочка Вот Знаешь Когда с такой Интонацией А какого хрена Ты так говоришь Ну Типа Почему Ты вообще Кто такой Ну Это как Поздравляю Шарик Ты балбес Да Да Ну Как будто Да Знаешь Такой Ну Правда Может быть Неприятно И тогда У меня вопрос А нужно ли Типа Избавляться Да Можно Позлиться Да Можно Побеситься Да Можно Сказать Да Мне твои комплименты Нахер Не нужны Ну Ты же поддерживаешь Мой первый пункт На самом деле Ну Да Вот Но как будто Я знаешь Типа Про то что Ну Если избавляться Как будто На это Может уйти Много ресурсов И Ну Нужно ли это Вот Мне кажется Иногда Знаешь Я про что вообще подумал Иногда Как будто Полезно Прожить И потом Уже Разбираться А почему Это произошло Почему Это меня так Разозлило То есть Вот я злился Я побесился А меня это Разозлило Почему Потому что Мне казалось Что То-то Хорошая девочка Это там Грустная Неинтересная И скучная Вот А почему Я так считаю Ага Это появилось От такого Это возникло От такого Ощущения Ну Вот Ага Ну У меня знаешь Такая была мысль Про то что Есть такая поговорка Извините пожалуйста Сейчас конечно Я сам Ненавижу поговорки Потому что Всегда есть поговорка Которая поддерживает Другую совершенно позицию Дареный телец Овну в зубы не смотрит Да Вот Но поговорка Что имеем Не храним Потерявши плачем Или как-то так Как Так она звучит Примерно Да Знаешь такую Нет Ну в общем ладно Я продолжу мысль Меня трудно найти Легко потерять И невозможно Забыть Гош Да Нет Именно что имеем Не храним Потерявши плачем Вот Мне кажется Что Часто Можно Обнаружить Себе Себе Такую Вот Историю Что Ох Я Вот Смотрю на человека И завидую его искренности Как он может искренне проявлять себя Или Я Смотрю на человека И думаю Какой он смелый Как он может действительно Что-то делать На что-то решаться Такое А я вот так не умею Или вот Ну и т.д. И т.д. И т.п. Вот это вот Все вот эти вот вещи И Есть идея Что нужно пойти И натренировать себя Чтобы вот это все получилось Каким-то образом Пойти на Женский тренинг Как коварная Аторова соблазнительница И вот там-то меня научат Всем премудростям Что там надо делать Гоша просто на почту Пришла Пришла интеграция С гусами по мини Я думаю Ну вот Да То есть Но тут Какая история Что Вот если Отсылаться к гештальтерапии То гештальтерапия Как раз поддерживает Немножко другую Идею обучения То есть Идея обучения Это не взять Там навык Который Активно прокачан У какой-нибудь Там нарцетической Пограничной личности А там смелый Вообще Похрен Лезу вообще В электрические провода Голыми руками Вот Но Я этим человеком Восхищаюсь Это же Ты посмотри Что делаешь Что творит Лежит Правда Четыре месяца Из двенадцати В больнице Но за то Что вы творят Вот А гештальтерапия Все-таки поддерживает Идею того Что Я Постараюсь Опираться на то Что у меня есть И искать в себе Свои собственные формы Допустим Быть смелым Потому что Конечно же Тоже есть Действительный способ Я имитирую Чье-то поведение До тех пор Пока Я не обнаружу В себе Что-то Ну как-то Не адаптирую Под себя То есть Я вижу Кто-то ходит И что-то такое делает Думаю Я тоже буду ходить И вот так вот делать И вот хожу Так и делаю Вот как тот человек Который мне понравился Как он делает И потом со временем Если я достаточно гибкий Я вдруг обнаружу Что то как он делает Мне не подходит Мне не нравится Мне Честно говоря Каждый раз Нервничаю Трясусь И напрягаюсь Вообще Мало кайфа От этого получаю И потом постепенно Метом проб и ошибок Обнаружу свой способ Быть смелым Но Вот Как раз здесь Идея в том Что А что Тогда Именно для вас Быть Ну какой-то там Более Общительный Эмоциональный Вот вы говорите С друзьями Общительный Эмоциональный Видимо вот там Вы При должном уровне Безопасности Как раз и можете Проявляться Свою собственную Общительность И безопасность Ой Эмоциональность Не такую Которую вот Имеют в виду Те люди Которые говорят А что это ты не такая Общительная Эмоциональная Как мы привыкли А такую Как вы Сами Привыкли И в этом смысле Тогда Идея в том Чтобы как раз Сдаться И перестать Пытаться Быть общительным Эмоциональным Настолько Чтобы соответствовать Моде Чьим-то ожидания Ну каким-то представлением О том Каким нужно быть Общительным Эмоциональным А вот замечать Какая общительная Эмоциональная Именно вы Как вы это делаете На что вы опираетесь Из каких внутренних Там чувств Ощущений Мыслей Вы Общительный Эмоциональный И вот эта часть Как раз Обращать мне внимание Там как-то На нее опираться Развивать И не пытаться Ее Дотренировать До полусмерти А вот постепенно Ее Ну С большим фокусом внимания Просто к ней относиться Если она вам стала Интересна Вы говорите Мне интересно Быть общительным Эмоциональной Вот Так вот И обращать на эту часть Побольше внимания Как-то Осмысляйте ее Поддерживайте Да Вот Ну и все Думаю так Класс Поехали к третьим вопросам Здравствуйте Гоша и Саша Не передать словами Насколько Крутые все ваши выпуски Счастлива Что нашла вас Когда-то Спасибо Вам тоже спасибо За обратную связь Начну с того Что в период С 13 до 17-18 лет Я подвергалась Сексуализированному насилию От двух людей пожилого возраста Со стороны Первое Друга семьи Ему тогда было Около 75 лет И второе Любовника моей мамы Примерно 60 Работаю сейчас над этим Разбираясь с психологом Постепенно прихожу к тому Что хотела бы Открыть эту часть своей жизни Партнеру Потому как вижу Взаимосвязь нынешней Нынешней сексуальной жизни С первичным В детстве Например Никогда не проявляя Инициативу Все время Жду ее от партнера И это происходит Уже во вторых Моих длительных Отношениях подряд Чувствую Знакомое Замирание В такие моменты Как и тогда Родителям тоже не говорила Но планирую со временем Возможно Вы сможете дать Какие-то советы Которые подготовят меня К этим откровениям Как не раниться Об их нежелательной Для меня Реакции Слова Эмоции Или если вдруг Не смогут правильно Понять И поддержать Заранее конечно же Спасибо Желаю вам роста И развития В таком важном направлении Спасибо Вот такой вопрос Как говорится Дякую Да Намазащу Так Ну слушайте На статью наговорили На статью наговорили Наделали те ребята Из истории Наши слушательницы Слушай Ну у меня Знаешь Какое Наверное Короче у меня Вот такая эмоциональная Сейчас реакция Мне грустно И Это конечно ужасно Ну то есть Как будто Сразу к этим мужикам Отращение у меня Вот ну прям И оно очень обоснованное Я понимаю Почему оно возникает Вот Второе наверное Это Я сейчас просто Просто поделюсь А потом Может по пунктам Как-то это Там вырастет В пункты Люди правда Могут Неправильно понять И поддерживать Поэтому Ну Как будто В этом моменте Это значит Наверное К первому пункту Как будто В этом моменте Конечно Знаешь Таким Бизнес-языком Нужно прочитать Все риски Ну реально То есть Что может Самого катастрофичного Случиться Вот Вот что произойдет Да Вот такие у меня Две реакции Наверное Ну да Слушайте Тут правда Наверное стоит Отвечать на вопросы Дать советы Как подготовить Меня К этим Откровениям Как не раниться Нежелательные Реакции Вот Потому что Ну К истории Понятно Похоже Вы Правда Проделали Большую работу По интеграции Этой травматической Ситуации Для себя Вот То есть Как-то уже Спокойно Про нее Пишите Достаточно И работаете С психологом Да Это очень Похвально Наверное Вы знаете Вот От этого От этой вашей фразы Оттолкнусь Во втором пункте Вы говорите Что Сама замечаю Что Есть некоторая Взаимосвязь С сексуальной жизнью Нынешней С пережитым В детстве То есть Вы не проявляете Инициативу А ждете ее От партнера И в этом смысле На самом деле Могло сложиться Ну У вас Именно так Психика Отреагировала Могло сложиться Вообще По-другому Но вот Там Вы бы Наоборот Возбуждались На те моменты Когда вы сами Хотите Инициировать Контакт А не кто-то Вот Но В данном случае Вот И как раз Мне кажется Что Вот Если отходить От Именно сексуальной жизни То Вы достаточно Осторожно Сейчас говорите О Тех реакциях Которые возможны От ваших Близких То есть Что они могут быть Нежелательны То есть Это тоже будет Какое-то Вот тогда было Сексуальное насилие Сексуализированное Вот А сейчас Будет эмоциональное Насилие Как будто И как будто Вы этого Правда Опасаетесь Вот то Что люди Проявят Нежелательные Действия В отношении вас Которые вы не хотели Получить Да Вот То есть Здесь Вот я бы тоже Заметил Что Видимо Вот этот опыт Он отражается И в нынешней Уже другой Немножко Ситуации Что и Вот это Вы опасаетесь Нежелательных Действий Со стороны Близких Но уже Вот именно Реакции На ваши Эмоции Их Да Их слова Вас тревожат Возможно И так далее Поэтому Ну вот правда Посмотрите Может быть Это будет хороший Такой запрос Продолжение Вашей психологической Работы С терпением Психологу Вот как Это влияет Не только На сексуальную Жизнь А как это Влияет Да На Именно Контакт С другими Людьми Некоторые Опасения Некоторые Ну Потому что Сейчас Вы уже И взрослые Судя по всему Ну да Да И Можете ли вы Останавливать Нежелательные слова Других людей Ой Можете ли вы Корректировать их Ой господи Очень хорошая мысль И говорить Слушайте Вот подожди Давайте здесь Остановлю меня Вот это уже Чрезмерно Или там неприятно Или что ты начинаешь Такое говорить Чего я не хочу Вот Можешь ли ты Сказать Вот про это То есть Вот можете ли вы Сейчас Именно регулировать Вот это вот Остановку контакта Да Ну это будет не Остановка контакта Это будет регуляция Того Чего вам приходит От других людей Вот в плане слов Там эмоций И так далее Вот это вот Такой второй пункт Ну а вопрос Про как подготовить Тебя Это конечно Сложные моменты Потому что Понятно что Это будет Может Давайте так Это может Быть очень Шокирующим Для окружающих Потому что Ну в целом История тяжелая Да 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 Вот Но тут Еще какая Тема Вот Это Ты вот Такими эмоциями Своими Откликался В начале Вопроса А здесь же У людей С этой девушкой Есть эмоциональная Связь Да Особенно мне кажется У партнера Ну да Ну и у родителей Которые могут Начать испытывать Вину Агрессию Я не знаю Эти люди вообще Еще живы Там желание Умертвить людей Или там Посадить Или Ну или оправдать Сама виновата Да Нет Я думаю что там будет Знаешь Скорее чаще всего В случае с детскими Историями Не сама виновата А я не верю Что такое Может быть Это показалось Может быть Он так тебя обнимал Ну вот Там вот такие Скорее Вот То есть Ну это же правда Очень сложная информация Для людей И Естественно Одна из реакций Психики Ну как бы Постараться Как бы это Каким-то образом Себе или объяснить Или исключить Из Головой Или как-то вот В общем Что-то с этим сделать Сразу же Вот То есть Аффект Он Чем опасен Тем что Пауза между стимулом И реакцией Отсутствует Нет времени На ориентировку Как будто Да И вот Ну понятно Что я тоже В этом смысле Опасаюсь Некоторого Аффекта Вот И поэтому Но Возможно Его не избежать Потому что Эту информацию Нельзя подать Частично И конечно И все Люди Мне кажется Очень индивидуально Могут Среагировать Да И в этом смысле Мы сейчас поддержим Вашу осторожность То есть То что я говорю Не Я думаю Вы сами Это понимаете Это не про то Что Я не стараюсь Вас запугать Я как раз Поддерживаю Ваш полис Осторожности Постепенный Такой вот Подхода К этой теме Вот Вы правильно Опасаетесь Да Такая вероятность Есть Я думаю Что Для меня Слова Начало Этой Темы Могли бы быть Следующие Ну Это я сейчас Просто выдаю Словесную конструкцию Давай Там Мама Папа Или там Парень Да У меня есть тема С которой я достаточно Еще с детства Живу Я ее Долгое время Прорабатывал С психологом Сейчас Я соверш Ну Сейчас Я эту тему Проработал Мне максимально Ну Я Со мной сейчас Все окей Я сейчас Максимально стабилен Мне В этой теме Не Нужна Скорая помощь Мне в этой теме Не нужна Срочная реабилитация Или срочная реакция От вас Мне в этой теме Сейчас Не нужно Чтобы вы что-то сделали Срочно Или И так далее Мне Очень важно Чтобы меня сейчас Выслушали Возможно Но эта информация Те может Как-то Там Шокировать Или Она покажется тебе Очень сложной Вот Но У меня есть желание поделиться Я хочу чтобы вы знали Просто про это Мне с этим Мне с этим как будто Сейчас Окей Но я хочу С вами поделиться Со мной сейчас Все хорошо Мне не нужно Но я хочу поделиться И дальше спросить Готов ли ты сейчас Удобно ли тебе сейчас Там Ну и после этого Уже Рассказать Ну да После реакции Ответной Вот То есть Вот здесь Потому что Мне кажется Одна из подготовительных Этапов Именно такая конструкция В начале Потому что Ну Обозначить про свое состояние Это имеет в виду Важно Да Про состояние здесь сейчас И про свое отношение К этой теме здесь сейчас Что оно спокойное Уже Продуманное И Ну Родители Можут сказать Если вы Действительно Их не вините То можно сказать Я точно Подозреваю Что это можно Рассмотреть Как свое родительское Упущение Наверное Не хотелось Чтобы вы это Рассматривали Именно так Вот Я просто хочу Чтобы вы знали Что такое происходило Да Вот И Мне важно Не знаю Просто Поддержаться Друг другом за руки И побыть Вот в этом Ну С вами рядом Да В этот момент Ну Как-то так Ой Очень хорошо Гоша Очень хорошо Класс Вроде три пункта были Да Да Поехали к вопросу Номер 4 Здравствуйте Саша И Гоша Написать вопрос Триггернула Написать вопрос Триггернула Недавняя ситуация Мой партнер Часто впадает В сильную грусть И когда мне не говорят Причину грусти Я говорю о том Что чувствую Как переживаю Спрашиваю Что мне нужно сделать Повлиял ли я на это Да вообще Рассуждаю От своего лица А когда со мной Делятся сокровенными мыслями Я говорю Как можно С ситуацией поступить По поводу чего Мне тоже прилетает Что от меня Не ждут Рассуждения В духе Что бы я сделал На твоем месте И даже когда я задаю Вопросы Исключительно Со словом Ты Например А как ты чувствуешь себя Из-за чего ты переживаешь Когда тебе раскрывается человек Я хочу сделать какой-то вывод Из ситуации То есть прийти к решению Что с этим делать И это тоже Для людей Становится каким-то Эгоистичным поступком Близкие Не видят от меня Понимания И поддержки В целом Близкие люди говорят Что я эгоист Думаю только о себе И считаю Что весь мир Вертится вокруг меня А я не вижу В этих ситуациях В ответ ее наклобучивают Да А я не вижу В этих ситуациях Своего эгоистического Эгоистичного поведения Допуская Что могу что-то не понимать И на самом деле Они правы Ага Я и разобраться В чувствах других людей хочу И понять Что они думают И мне вообще Не наплевать Как себя чувствуют близкие Но как будто Пытаясь найти ответ На то Как решить проблему Поступок эгоиста А не эгоисты И не эгоцентрики Должны делать что-то другое И вот тут моя логика Ломается напрочь Что делать-то Из чего состоит Правильная поддержка И как понять Ведешь ли ты себя Как эгоист Или нет Ой, шикарный вопрос Отличный Ну слушай Мне кажется Вообще про правильную поддержку Это супер Да Ну и вот здесь Сейчас наверное В полной мере Развернется тема Слияния Мне кажется Так Потому что Что важно Замечать Давайте Начнем раскручивать Эту Улиточку С корицей С корицей Да-да-да То есть Вы видите Человек Грустящего человека И первый мой вопрос К вам будет Какие чувства Возникают у вас Когда вы видите Грустящего человека Что вы чувствуете Возможно Это беспокойство Возможно Это вина Ну беспокойство Что с ним будет Он сейчас пойдет Депрессию И побрет Ну я сейчас Гиперболизирую Но в целом Возможно Это вина Что человеку Рядом со мной Нехорошо И я даже Ну Возможно Долженствование Да То есть Некоторое Я должен помочь Ну да Это не чувство Это скорее Такая установка Что Когда рядом со мной Кому-то плохо Моя задача Как приличного человека Воспитанного Культурного Гуманистически настроенного На этот мир Сделать так Чтобы он не грустил Ну Чтобы ему стало хорошо То есть Побыть такой Помэйла Эндерсон В красном купальнике Ну да Спасатели Малевуда Понял внутреннюю шутку Опять про минеты Потому что если видишь густащего человека Надо срочно начинать делать ему минеты Много порадуется Вот вам, малых враг Тогда вас не назовут эгоистом Блин, это здесь не обидно? Да нет Нормально, да Это правда, мне кажется Неплохой способ Гош, у меня просто вопрос возникает Ты часто так практикуешь? Да-да-да Но возможно, понимаете Возможно он скажет, что это сексуальное насилие Понимаете, вот в общем Раз мы уже на эту тему говорили Или что это чрезмерно сейчас Человек вообще хотел Пойти, помыться А не те, чтобы посидеть в душе Он вообще явно не готов К таким прекрасным действиям Ну вот, что-то меня уносит, да? Давайте дальше Звенящую и снежную даль Три белых коня Эх, три белых коня Спасатель, тиран и жертва Да, двигаемся дальше Когда вы, вы пишете Не знаете или вам не говорят Причину грусти Так Вы перечисляете свои действия Я переживаю, спрашиваю Что мне нужно делать Повлиял ли я на это Да, вот опять же Вот, и так далее Что происходит с вами? Что вы чувствуете? Когда вам неизвестна причина Сложности другого человека Да, то есть Это очень хороший вопрос Опять же Да, то есть Что с вами происходит Ну И в этом смысле Миллион Вот Ситуаций в фильмах Когда люди пытаются Лезть туда Куда им не надо Сейчас лезть Да, да Они пытаются узнать Что происходит Потом узнают И думают Ёма И в жизни И там И там Лучше б я вообще не узнавал Сюжет идет просто по жопе Потому что там просто полный трэш Да, то есть И в этом смысле Ну Чуть-чуть сейчас прыгнем вперед Потом вернемся То, что вам возможно Возвращают люди Они говорят Не лезть туда Слишком рано Или Мне нужно было побыть с этим То есть Это твое желание Разобраться Твое желание Узнать причину Это Проламлив Ну Это нарушение моих границ Это Возможное Я сам еще не знаю Возможно Я еще Я знаю Но не готов Это вербализовать Другого Прямо сейчас Возможно Я просто хочу Оставить это в секрете Почему ты грустишь Мне укусил за яйцо комар Я бы предпочел Это тебе не рассказывать Вот Нахрена тебе Эта информация Знаешь Гоша только что Вывалил на стол Просто Свою укушенную Ну что тебе Нахрена А ты Слушай А я знаешь Про что я думал Вот продолжаю твою мысль Я думал Вот у меня Знаешь что Не стригерило А вот я заметил Что в вопросе Как будто Прочитав вопрос Да У меня возникло ощущение Что человек сразу пытается Решить это То есть как будто Ну а может быть И решение Решать-то не нужно Да Ну а и вот здесь как раз Почему это возможно происходит Потому что есть Некоторое слияние Со своим Каким-то переживанием Которое сразу Толкает в действие То есть и вот это переживание Хорошо бы распознать Что вас Что это такое Толкает Сразу же Решать Да Да Потому что Вообще-то появление чувства Или какого-то ощущения Какой-то эмоции Это Ну сигнализирует нам о том Что человек Собственно должен сориентироваться Сориентироваться Во-первых А что это за чувство А К чему оно относится А Собственно Понять какие-то Хотя бы первопричины Почему оно возникло Да Заметить Что происходит с ним Что происходит вокруг Заметить Что ему Исходя из этого Хочется Какая-то потребность Заметить Какие-то формы Которые ему Подойдут в этой грусти То есть форма Там Рассказать об этом Своей девушке Форма Послушать злую музыку Форма Выспаться Форма Посоветоваться с коллегой Ну Их миллион Да Вот Вкусно покушать Позвонить маме Да Сказать Мам Вот Ну и так далее Да То есть Это как раз Сигнал о том Что человек Начинает ориентироваться Что что-то происходит Вот И возможно Вот ускорение Этапа ориентировки Как раз Является Таким раздражающим Фактором Для людей Вокруг вас И Они пытаясь Как-то Восстановить Тоже Ну так Достаточно Жестко На самом деле Говорят Человеку Ты эгоист Ну Это можно Назвать эгоизмом Наверное Притянуть Это к эгоизму Он же Человек Руководится Своими побуждениями И лезет ко мне Но в целом Ну Тоже В коммуникации Наверное Вам было бы Приятнее услышать Слушай Я вижу Что ты беспокоишься Я вижу Что ты очень хочешь Помочь Но остановись Мне сейчас Не нужно Да Спасибо Просто послушай Спасибо но нет Да Спасибо но нет Просто послушай Да нет Просто спасибо но нет Спасибо но нет Вот Все Вот ответ Готовы ли вы его принять И человек дальше Как по скрипту Могу ли вам предложить Еще один тариф Знаешь как они На слово нет Да Еще у них 350 ответов Разных Я плоду трубку Я плоду трубку Потому что Бывают люди Которые да Как бы Слышат Мое остановку Слышат нет Да Но все равно Продолжают Вот И здесь Вот возможно Вы вызываете У них ощущение Вот того Продажника По скрипту Который предлагает Страховые услуги Что бы вы ему Не сказали Мне сейчас Не нужно Покупать страховку У меня нет машины А страхование Жизни Мне Я уже застрахован Хорошо Тогда возможно Вам пригодится Страхование жизни Вашего ребенка У меня нет Ну и все И дальше по кругу Вот Двигаемся дальше Я не знаю Это уже пункты Все сбились конечно Слушай Мне кажется Это уже третий Да Второй был Третий да И у вас хорошие вопросы А как ты себя чувствуешь Из-за чего переживаешь Из-за чего переживаешь Но опять же Ну Я знаю Что просто здесь дальше Есть ли у человека Запрос На то Чтобы вы его спрашивали Вот Ну есть ли он Можно ли узнать Можно ли поговорить С тобой о твоем состоянии А можно я расскажу Из личного опыта Давай Это будет как раз Жетом Третьим пунктом Вот Ну то есть Вот Спросить Сказать человеку Свои намерения И уточнить Нужны ли они ему Возможно Вот это Будет полезной для вас Штукой Которая как раз Поможет вам Избежать обвинений В эгоизме Вот И так далее Ну и Что-то еще Сейчас вот Я сюда же А вот Логика напрочь Ломается Вот мне вот это нравится То есть Какая правильная Должна быть поддержка То есть Давай Мы к этому вернемся Это дальше Сейчас твой личный пример Ну вот как будто Короче Знаешь Ну мне кажется Там у меня С партнером Возникали такие Там ситуации Когда Ну мне хотелось Там какую-то поддержку оказать И Я всегда учусь Правда Я всегда учусь Типа это делал Потому что ситуация Возникает разная Как бы ты не был готов Как бы ты не был там Каким-то эмпатичным И Скажем так С эмоциональным интеллектом Осознанным Все равно Ну это сложно И Мне кажется Самый первый вопрос Который Ну как бы Я стараюсь всегда задавать Вернее два вопроса Нужна ли тебе поддержка Какая-то И в какой форме Она Ну должна быть Я могу там Просто послушать А человек может тебе сказать А я хрен знает Да И вот тогда Ну давай я послушаю Ну Или я могу не слушать Я могу уйти Да Или можно сказать И я уже ориентируюсь Дальше ситуации Если что пиши Да Была допустим ситуация Там Ты хочешь Чтоб я там Остался с тобой Сейчас послушал Или мне Стоит уехать Да Или мне стоит уехать Тебе нужно там Одной побыть Или могу ли я прийти К тебе через полчаса Да Да И здесь Ну мне кажется Очень важно Типа ориентироваться В моменте И меня знаешь Что смущает Я правда хочу Ну типа поддержать Слушателей Конечно хочется Сразу решить И помочь Как будто разобраться Знаешь Ну как бы Чтобы человек Чувствовал себя Получше Ну у меня тоже есть Такие моменты Прям хочется Знаешь Ну встать вот на этот На место спасателя Надеть красный купаль И по Мэл Андерсон И да Я тебя спасу Я тебе помогу Но как будто Ну это И не супер полезно Ну потому что Вот Как еще Эта ситуация На вас окажет влияние То есть Вы сможете Своим вот этим Импульсным Типа поведением Знаешь Как будто бы Вот Можно потом Получить Вот как раз таки Порцию То что вы эгоист И тому подобное И тогда вам вообще В будущем Не захочется Оказывать поддержку Какую-то кому-то Вот Да Ну и вот У меня часто Периодически происходит В сессиях Такая ситуация Что мне клиент говорит Слушай Расскажи Как Был ли у тебя Похожий опыт Или Расскажи А как вообще У тебя это в жизни Устроено Вот И это запрос Вот как раз На Некоторую Супер Субъективную штуку Человек просто Реально запрашивает Ему интересно Он может потом взять Не взять Согласиться С этим Не согласиться Заметь что ему Подходит Не подходит Вот И так далее Вот мне хочется Да Остановить Вот эту тему Эгоистов Не эгоистов Я Не хочется Эти термины Использовать В рамках Этой Вопроса Ну Просто такое слово Которое Оно очень Широкое Субъективное У всех Сейчас будем Выяснять Кто такой Эгоист На самом деле Какая-то хрень Нафиг Это надо Здесь Вот Здесь Скорее вопрос О том Что Вот действительно Полезно ли Сейчас человеку Чтобы вы Помогли ему Саморегулироваться Или он Будет Это делать Сам Скорее Всего Судя Потому что Вы описываете Не всегда Ваши Близкие Окружающие Вас люди Предпочитают Пользоваться Вашей поддержкой В своей Саморегуляции Своем настроении Иногда Они хотят Делать Это Самостоятельно И Справляться С Другими Людьми А не С вами И вот Здесь Так Стоит Вопрос Что Вы Чувствуете Когда Вам Говорят Я Буду Сам Саморегулироваться Мне Не нужна Сейчас Никакая Поддержка Я Это Буду Делать Сам Вот Что Вы Чувствуете Чувствуете Либо Отвержение Чувствуете Либо Грусть Чувствуете Наоборот Спокойствие Облегчение Как Самостоятельно Как-то Приходит Себя Спасибо Я Сам Дойду До Салона Связи И Оформлю Себя Новый Тариф Какие Чувства У Вас Ну Вот Мне кажется Они Могут Быть Совершенно Разные Видимо Вот Здесь Вам Тоже Стоит Их Дифференцировать И Если Это Чувство Действительно Что Я Знаю Как Лучше Эти Тупые Люди Без Меня Не Справятся Он Настолько Грустно Ну Вот Ну И Мне Хочется Поддержать В вопросах Круто Что Вы Спрашиваете Влияли Вы На Это То Как Будто Чтобы Себя Тоже Знаешь Такое Ну Типа Не Обезопасить А Как Будто Ну Если Ваша В этом Вина Как Будто Знаешь Такое Вот И Очень Крутые Вопросы По Как Ты Чувствуешь Из-за Чего Переживаешь Ну Не Всегда Да Вопросы Отличные Очень Вы Прокачаны В этом Смысле Да Просто Видимо Они Ну Не Нужны Да Многие Хорошие Действия Где-то Не понадобятся Вот А В В В каких-то Периодах Жизни В том числе В возрастных Кризисах Вообще Человеку Как-то Важно Делать Это Одному Вот Ну И Здесь Правда Баланс Важно Соблюдать Если человек Говорит Нет Я сам Разберусь Можно же Сказать А ну И Разбирайся Сам И теперь Больше Вообще В его сторону Про это Не спрашивать Да Можно Сказать Хорошо Если Тебе Понадобится Моя помощь Я готов Тебе Помочь Или Спросить Через Пару Дней Как дела У тебя Удалось Или Разобраться Мне Интересно Переживаю Вот То есть А можно Разобидеться И сказать Все Теперь Я про это Вообще С тобой Больше Никогда Ты Будешь грустным Теперь Не подойду К тебе Вообще Никогда Почему Спросите Потом Как дела Попозже Это и будет Вашим делом Это и будет Поддержкой Вот возможно Интерес Да Интерес К тебе Тоже Очень поддерживаю Вообще Это вопрос Какая поддержка Тебе подходит Это Ну Комплекс Вопросов Но Под флагом Чем Я могу Быть полезен И нужна Ли Какие-то Действия От меня Это Ключевая Тема Слушай У нас Пятый Вопрос Да И у нас Эксперимент Да Я тоже Тебе хотел Сказать В общем Этот вопрос Мы Отправили в Телеграм-канал До выпуска Буквально За час Да И Там наши Слушатели Которые подписаны Накидали ответов Я тебе предлагаю Знаешь В каком формате Это сделать Каком Мы там Первые два пункта Мне кажется Можем свои накидать А вот третьим Я предлагаю Зачитать комментарии Да И пункты Которые Что мы можем Прочитать И Там А это значит Такое Типа Слушатель Если вдруг Услышит ответ На вопрос А с другой стороны Если мы Будем зачитывать Ответы слушателей После наших Комментариев Мы что-то уже Пробьем по-любому Ну и хорошо А так может Наоборот Мы Сначала Зачитаем А потом Как-то прокомментируем И ответы слушателей И Понимаешь Я что боюсь Это уже будет неактуально То же самое Что сказали Ну смотрите У нас Такая Мини-импровизация Вот Ладно Поехали к вопросу Последние вопросы В этом выпуске Поэтому Да Те кто у нас Можете налить чайку себе Взять сухариков Вот Поехали Привет ребята Кратко вопрос Звучит так Расскажите Как мне приободрить парня Который обеспокоен Своей внешностью А теперь история У парня Есть Немного лишнего веса Но раньше Дальше слов Беспокойство не заходило Недавно Он начал примерять Свои рубашки Чтобы выбрать В чем пойти на работу Несколько рубашек Стали малы И его это сильно задело Он очень расстроился Начал вздыхать И переживать слух А я не знал Что сказать Или сделать В тот момент Потом я попытался Его обнять Но он отошел от меня И сказал Что не хочет И вот как быть В этой ситуации С одной стороны Я понимаю Что он столкнулся С каким-то моральным дискомфортом Поэтому все внимание Должно быть на партнере Не время думать о себе С другой стороны Очень неприятно Быть немым свидетелем Чужого страдания Когда не знаешь Чем помочь Но и свалить в закат Тоже неправильно Фразы У тебя все нормально С весом И мне ты нравишься любым Кажутся неуместными Похоже на обесценивание Говорить о том Что он сядет на диету Займется спортом И обязательно сбросит вес Тоже такое себе Об этом лучше обсудить Чуть позже Когда острая реакция пройдет Но что делать В самом моменте Я этого не понимаю Так, ну что Ответы слушателей Да Лучше они нас пробьют Наши ответы Чем мы их Согласен Так, ну поехали Здесь По очереди давайте А мы будем называть Фамилии и имена Ну давай, да? Да Они же открыты А вы можете потом зайти Мне кажется О, да Можно зайти Те, кто слушает выпуск Зайдите в наш телеграм-канал Отмотайте Найдите этот вопрос Да И поставьте Поставьте реакции На пункты от слушателей Мне кажется Будет очень классно И поддерживать Итак Анастасия Токмачева Так может дать ему Время повздыхать Насколько я поняла Эта ситуация была единичной Так зачем же переживать Насчет нее А вообще В подкасте Много раз озвучивали Как можно поддержать Собеседника Вот она Анастасия Лучше наш подкаст Слипали немножко А комментировать не будем, да? Да нет, нет Ответ от Надьос А давай тогда Нашему Человеку Который задавал вопрос Девушке Скажем, что Вы слушаете Но вот тоже Примеряете к себе То, что сейчас говорят люди Не все точно подойдет И не вообще Мы хотим как раз Поддержать вашу Такую саморегуляцию В плане Это мне нравится Это я вижу Подходящее для своей ситуации И полезное для отношений С парнем Это вообще какая-то Это не как инструкция к действию Да, да Просто вот Такая терапевтическая группа Онлайн Случилась Надьос В острой ситуации Мне кажется Важным Уточнить у партнера Я тебя понимаю И сочувствую Скажи Какую поддержку Я могу тебе сейчас предложить Да? Например Это к слову Про предыдущий вопрос Да Все остальное Не будет воспринято всерьез А как обесценивание Если тема больная Ага Далее Ксения пишет Ок Я бы сказал Что это поправимая проблема Ничего страшного Даже некоторые актеры Для съемок в фильмах Набирают большой вес А потом возвращаются В свою прежнюю форму В течение жизни Вес может как идти вверх Так и опускаться Если парень неправда озабочен И готов что-то с этим поделать То можно начать ходить в спортзал Можно вместе Чтобы мотивировать друг друга Можно начать ходить Бегать в выходное Можно есть больше Обычных блюд В течение недели И тому подобное То есть я бы заострял внимание На том Что набор веса Это не конец света Супер Как сказать Мозговый штурм Да-да-да Отлично Мария Воронцова Первый пункт Здесь тоже по трем пунктам Если парень в данном случае Не в состоянии Принять от вас поддержку В виде обнимания То возможно Можно сказать Я понимаю Что тебе в данный момент Неприятно, грустно Я хочу тебя поддержать Но если ты сейчас Хочешь побыть один То хорошо Поговорим позже Второй пункт Пошли купим тебе Новые рубашки Как вариант И третий Сказать с улыбкой Что ты любишь его В любом весе Так Александра Грищенко Не обижайтесь Неправильной фамилией называю Первый пункт Не понимаю Почему девушка Посчитала подобные слова Обесценим Звучит вполне ок Особенно если делать акцент На том Что это ее мнение И она искренне так думает Может какая-то Другая формулировка Типа Я вижу Что тебя это беспокоит Но хочу сказать Что для меня Твой вес Не проблема И я все равно тебя люблю Делать комплименты Понятно Что они могут Мало помогать И восприниматься в штыки Но я считаю Что это все равно важно Или делать косвенные комплименты Например киногероям Которые похожи на парня То есть говорить Это твой пирожок Человек-пирог Ох ты моя сосисочка В тесте из столовой А я знаешь Я могу Сметься на тебе Какой-то лишний вес Потому что у меня Самого-то лишний вес Так что Ой, Гоша Сейчас пообсудим Вообще Я сейчас расскажу Как я похудел На 15 килограмм Давай-давай Можно не говорить Второй пункт Можно не говорить Что он сядет на диету И все исправит А просто Поставать вопросы Аккуратно Почему именно это его беспокоит Именно это его беспокоит Что изменилось Из-за того Что он набрал Пару килограмм По его мнению Возможно проблема В чем-то другом Вообще И можно улучшить ситуацию Изнутри Ну и третий пункт От Анастасии Грищенко Грищенко Отправить к психотерапевту Ладно Просто окружить Какой-то информацией Что любое тело Это ок Поскидывать Не взначай видосики Будьи позитивных блогеров Парни-блогеры Тоже есть Видела в тиктоке Ха-ха-ха Вот Так Еще здесь От Никиты От Никиты О, смотри Мужики Тут даже Тут картинка с котиками Потом посмотрите У меня три варианта Первое Подбодрить тем Что зимой не будет холодно Ой, отлично Второе Залезть на ответы Mail.ru И третье Скинуть ему мемы с котиками Здесь как раз Мем с котиком Потом посмотрите Спасибо, Никита Класс Здесь ребята Друг друга хвалят Комментаторы Тоже про поддержку взаимную Итак Елена Калита Изначально Не совсем корректно Наверное поставлен вопрос Как приободрить парня Из описания слушательницы Понятно Что парень Ее об этом не просил Его вздыхания Насчет личного веса Были обращены не к ней Он не спрашивал напрямую Как он выглядит Пополнял ли Или прочее И плюс Подтверждение этому Тот факт Что он отверг Ее объятия в моменте Да Мимым свидетелям Быть не очень приятно Но не нужно предпринимать Попытки помощи И приободряющие реплики В сторону парня Не просит В моменте можно Например Предложить ему надеть Что-то более свободное В чем-нибудь будет комфортнее Чем в рубашке Что не будет облегать фигуру Подчеркивать какие-то Недостатки фигуры И прочее Что просто налезет В данном случае Да Чтобы он справился Сам себе в зеркале Улыбнулся Нравился сам себе в зеркале И улыбнулся Если ничего нет То поехать тут же в магазин И купить вместе И небольшое дополнение Из личного опыта Когда меняется размер фигура Это отличный повод Чтобы поменять свой гардероб Выкинуть или отложить В сторону те вещи Стали малы Можно и стиль поменять В целом Вот такие вот ответы От наших слушателей сегодня Наверное они еще будут прибавляться Но в эфир уже не попадут Потому что собственно Мы их только что озвучили По времени чуть-чуть ограничили Да Куча было ответов Поэтому давай это будет Большим-большим первым пунктом Да Вот Второй пункт Давай такой слегка психологический А третий Думаю что ты говорил про личные истории Да Из личных историй Все ждут Саша 15 килограмм Ни хрена себе Вот Я думаю что какой второй пункт Здесь знаете Вот если мы опять же говорим Про слияние То видимо Такое Что-то случилось У вас И вы Такое случилось Слияние с переживанием парня Возможно Это даже слияние Со своей проекцией На то что парень Что-то переживает Да То есть Что его переживания Очень Там Тревожно Травматичные Не знаю Какие еще И что нужно С этим что-то срочно Сделать Вот Почему я этот факт Возвращение Вам как то Самой Что ваш партнер Поправился Ну честно Что вы чувствуете По этому поводу Да Вы можете Быть Ну и ладно Вот Или Ой Правда я заметил Что-то я переживаю Да А вдруг Он начнет Как поправляться И все И ожирение И разнесет его И все И потом Холестериновое Это И приехали Как на американских горках Без ремня Вот Или Ой А мне кстати Тоже не нравится Ну Лучше бы он похудел Фу Вот Или Такая это тоже нормально Да Ну да Это такая реакция Это ваши чувства Вот Или Там вы будете уже убирать Там что доносить Не доносить В какой форме Доносить Не доносить Но тем не менее Или Как хорошо Что он наконец-то заметил Я так рад А сколько можно было Гоша Гоша Ну то есть Я бы все-таки Предложил вам Позамечать А как вам то Что ваш партнер Поправился Ага Вот Разные свои переживания Не могут быть Даже Очень Амбивалентны Второй вопрос А вам как то Что ваш партнер В этой ситуации В этом своем переживании Не хочет вашей поддержки О да Что у вас Какие у вас чувства По этому Возникают Да Очень хороший вопрос Ну это вот то Что мы как раз Спрашивали В предыдущем вопросе Тоже у Автора вопроса Вот то есть Я бы как раз Здесь подумал О себе А как вам То Что происходит Между вами Прямо сейчас А какие у вас А что вы вдруг Начинаете себе Фантазировать Что случится дальше А насколько Эти фантазии Опираются на факты А какой у вас Опыт Вообще Отношение С лишним весом У себя Или У ваших близких В каком-то Вашем там Далеком Прошлом А что вы Вообще Про это Знаете Ну то есть Вот как раз Вот Опереться На свой опыт На Сознавание Своего опыта И Сознавание Своих эмоций Здесь сейчас И поможет Чуть-чуть Замедлиться Основиться И как-то Поискать Какие-то Формы Ну Общения С парнем В этой ситуации В этой и последующих У него Это не разовая ситуация Как бы Лишнее За секунду Не уйдет В какое-то время Эта ситуация Точно будет Присутствовать В вашем Общении В вашей жизни Совместной Вот Это вот такой Второй пункт Третий пункт Что При истории Слушай Есть две истории Типа Первое Это вот про Типа состояние Про подумать Про себя Потому что Тоже расскажу Там В отношениях С партнером Было недавно Сильное переживание У партнера И Я в такой Знаешь Типа ситуации Оказался Когда Я так Как будто Замер И Я решил Типа поделиться То есть Типа не про то Что я там Все внимание на партнера А я такое Типа Слушай Ну Мне сейчас Как будто Немножко страшно Я не понимаю Типа что происходит Я сейчас так чувствую Что я замер И не понимаю Что я могу Что я должен Или там Не должен Сказать Вот Там Если ты мне скажешь Какая тебе поддержка нужна Я там Готов ее Тебе выразить Вот И Короче Как будто Не надо все Внимание на партнера Ну Вы тоже О себе Позаботитесь Потому что Это Ну Он может Правда С переживанием С этим Справиться Это может быть Вообще Знаешь Такая Ситуация Когда он Погрустил По поводу рубашек Потом Такой Сходил на работу Вернулся Такой Подумал Про себя Слушайте Я правда Что-то Немножко Потолстел Надо мне Как-то С собой Заняться И тогда Уже Он Вот эту Всю ситуацию Прожив Отрефлексировав Может прийти к вам И сказать Слушай А ты что Думаешь По этому поводу И тогда И тогда Можно Честно Спокойно В какой-то Атмосфере Поговорить Поделиться Про свои Переживания И чувства И тогда Вы сможете Сказать Слушай Я в какой-то Момент Когда тебя Увидела Я Немножко Перепугалась Я переживаю За тебя Вот И там Уже Сказать Не про Комплименты Про свои Чувства Что вы Вообще По этому Поводу Думаете Но мне кажется Здесь Очень важно Но В моменте Таком Что Про себя Тоже Надо подумать Такое Знаешь Отвержение Что не надо Меня обнимать Оно тоже Может вызвать Разные чувства Правда Вот А второй Момент Ну Про лишний вес Ну блин Ну правда Ну вот Я Мне кажется Я года До 14 До 2014 До 2015 Я был Худенький Я был подтянут И худенький Там я занимался Плауним Рукопашным Ну руководным Давно правда До универа Но во время Университета Я занимался активно Плауним Я там ходил на турниках Потом я начал Поправляться И вот в январе 2022 Года Я встаю на весы И понимаю Что я вешу 95 О это даже больше Чем я Гош Это пиздец Ну ты повыше Ладно Это пиздец Вот Ну правда Я замечал за собой Но и понятно Что ну там Я в состоянии Влюбленности Там К Девушке Очень хочется Конечно Я Хорошо выглядеть Классно Хочется быть сексуальным Красивым И там Но Моё Хорошо выглядит По твоему мнению Естественно По моему мнению Короче Да Самому себе нравится Вот Это очень важно Потому что Чтобы не опускаться в РПП И у меня не было Знаешь Такого типа состояния Что ну вот Всё пиздец Типа Я там Такой Нет Я просто понял Что у меня есть Избыточный вес С которым я могу Справляться И Два месяца бега Самые простые советы Самые простые советы Вот этих всех тренеров Из тиктоков И Рилсов Реально Перестать жрать сахар Так Сколько Ты сейчас Вещаешь Что ты вещишь 80 сейчас Да Гош Да Ты офигел Я очень Я очень много Скинул Правда Ну правда Ну если ты Посмотришь В запрещенной Социальной сети Фотографию мою Из Пятигорской Вот которую я там Недавно сейчас Выкладывал Ты поймёшь Ты увидишь разницу Визуально даже Вот Интересно Короче Я перестал жрать сахар Ну типа прям Видите моё степень Внимание к сашему весу Я пил много газировки Не заметил 15 килограмм Сникерсы кушал И И чё помогает Бег очень сильно Сбрасывает вес Тренировочная программа От Adidas Running 10 километров В интернете гуглится Изи вообще Подготовка к 10 километров Суперпростые дистанции Суперпростой темп Всё очень легко Я никогда в жизни Там я бегал Только в жизни Наверное 3 месяца И всё Вот с нуля Считайте Кому хочется побегать Кому хочется сбросить лишний вес Суперпрограмма Суперпростая И суперклассная Вот И там Ну понятно Там плавник Какие-то силовые тренировки Которые тоже очень помогают Плавник вообще Супервес сбрасывает Вот Это И сейчас Ну типа я пробежал Там десятку В Петербурге 10 километров Марафон белый Ну не марафон А забег белой ночи Вот И Короче Очень круто Вот Ну и по поводу мотивации Там относительно первых пунктов Да Которые мы перечисляли Ну правда Типа Совместный спорт Очень мотивирует И здесь мне кажется Очень супер важно Чётко определить цель Типа Я для чего хочу похудеть И вот я для себя определил Я хочу похудеть Потому что я хочу Лучше выглядеть И нравиться сам себе Вот И Эта цель не то Что я Эта цель Знаешь Не такая Что я пиздец Какой жирный стал Вот Я такой урод И Я точно должен Отощать А просто Я хочу сам себе нравиться И там Вот это Ну Короче Очень важно Не спускаться Знаешь Такую драматизирующую Трагическую цель Как будто Вот Но цель очень помогает Определиться Там С С действиями Которые Вообще Самоуничижение Такая себе Практика Да 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 Слушай Если говорить Про Ещё Я тоже Может быть Мог бы поделиться Чем-то Хотя ты Много классных вещей Из какого-то Человеческого Опыта Но вот Ещё есть чего Подумал Что интересно Что Ваш парень Ну у него Инсайт случился Да Да Он такой Блин Да чёрт Кажется Я Набрал Набрал Ну Потому что Понятно Что мы иногда Замечаем Как раз Именно по одежде Что мы поправились Да Хотя в целом Ну Чувствительность организма Может Ой Я набрал Мне тяжелее ходить Да Или я набрал Мне тяжелее нагибаться Там что-то мешает Или сексом Я не вижу свой член Да Стало Чуть потяжелее Больше стал потеть Потому что жидкости Больше в организме Да Например Вот То есть Как-то ещё можно По каким-то признакам Ваш парень Заметил по рубашкам Ну хорошо Вот Это его осознавание Вот Прекрасная ситуация Случилась Человек Вошёл в контакт Со своим телом Он Ну Это сейчас Так Образно выражается То есть Он заметил Что У него есть тело Что он и есть Вообще Это тело И что он поправился Ну Прекрасные новости Вот Это я Ну Совершенно искренне говорю И мне кажется Что в этом смысле Ну что меня поддерживал Конечно Женские слова О том Что Да нормально всё Но если тебе хочется Чувствуешь неудобства Ну поделай что-нибудь Чтобы тебе Там снизить Но я Я это переживаю Ну то есть Мне с этим Это не влияет На наше отношение Или на моё отношение К тебе Блин Гош Да прям Практически дословные слова Партнёра моего Очень поддерживала В этом плане Что главное Типа Она знаешь Ну да Лёха хороший человек Вообще Нет Типа Она говорила Главное Типа Чтобы тебе было комфортно С этим Да А типа Ну Мне ты нравишься Типа там Я тебя люблю Я тебя люблю Но главное Чтобы тебе было С этим комфортно Вот Я тоже супер поддерживаю Ну а дальше Мне кажется Правда Как раз идея в том Что я чувствуя Своё тело Замечаю Что у меня есть Желание Как-то Ну его Его менять Потому что Ну вот Без этой мотивации Мне кажется И менять Ну менять Именно потому что Я чувствую Обнаруживаю Желание в теле Что-то поделать С ним Да Вот я Желаю Физической нагрузки Я желаю Несколько Уменьшить Там Или там Наоборот Увеличить тело Вот Но это важно Ну Именно Соотнести Не только С мыслительными Рассуждениями Да А с физическим Ощущением Конечно И вот Это работа Внутренняя Да Вот Можно только Поддерживать Такое Соотнесение Своего Психического Восприятия Своего Восприятия Своего Тела Вот С какими-то Фактическими Может быть Тоже решениями Например Ну Вот Бодипозитив Бодипозитивом Но Рекомендации Воса Они никуда Не делись Да То есть Ну Есть конкретные Показатели Которые считаются Нормой для здоровья Да В первую очередь Ну Я надеюсь Что вы Сдаете Где-нибудь там Раз в годик Чекап организма Делаете Вы замечаете Что что-то Майло кальция Надо попить Так можно сказать Да нормально Тонкая кость Это не повод Себя корить Ну так Лучше Это Чтобы меньше Руки ломались Попить кальция Да Вот там Холестерина много Надо Что-то Жирное перестать жрать Кажется это хуже Может сделать бляшки В этих сосудах И потом инфаркт Случится Да Так вот Ну вот Есть рекомендации Вос И Ну Есть какие-то Весовые тоже нормы Понятно что Мы не можем быть Полностью здоровы И какие-то вещи У меня провисают Там В организме Там я могу быть Толще У меня может быть Хроническое заболевание Я могу только поддерживать его Не могу его вылечить Но могу поддерживать его Состояние при котором Оно будет регулировать Да Оно не прогрессирует Ну вот И вес тоже к этому относится На мой взгляд Ну если так грубо говоря Да-да-да Я согласен с тобой Вот могу сказать Ну не могу похудеть Я до 60 Но стараюсь там За 120 не переваливать Там уже многовато Совсем тяжело становится Ну и хорошо Вот поддерживаю На себя настолько Насколько могу Вот Настолько Насколько я способен Изменяться Настолько изменяюсь Неспособен Ну Какие-то внешние ориентиры Тоже конечно могут быть И они вполне себе могут Рациональны Фактически Вот В том числе Медицинские показатели Знаешь Я хотел бы еще Мне кажется Слушательницу поддержать Про то что Очень круто что вы замечаете Ну типа что он столкнулся С этим типа дискомфортом Ну то есть Это значит что Типа Ну эмпатический отклик Знаешь какой-то есть Да И то что она Ну как будто хочет Продолжить контакт Что она не И вот как раз да Я про фразу Типа ну и свалить Зака тоже неправильно Ну как бы Да она не отверглась И его не отвергла Это молодец Да вы молодец Вам хочется конечно Подержать Красавка Спасибо вам за вопрос Да Очень круто Вот Так что Если вам понравилось Ставьте лайки Ну это ладно Это понятно Пишите в ютубе У нас ютуб площадка Где мы Стараемся отвечать Наши комментарии Слушай ты что в ютубе Ну мы что Выпустим наверное Обсуждение Или в телеграме Ты имеешь ввиду Да да Подписывайтесь на телеграм канал Мы сделаем Короче Постик С обсуждения выпуска Да Если вы там вдруг захотите Что-то написать Ответить Пишите Если вам понравился Такой формат вопросов Что вот как мы в пятом сделали Что мы Тоже говорите Ответ наш слушателей Телеграма Тоже подписывайтесь На телеграм канал И пишите об этом Да Может быть мы так еще раз сделаем Потому что В целом Идея нам сейчас Кажется гениальной Если она нам тоже Такое показалось Может быть мы в эйфории Но кажется Что она правда неплохая Вот Это было второе летнее включение Я к формальной части Я хочу напомнить Что вы можете слушать нас В Эйпл подкастах Господи В Эйтюнс В Эйпл Да В Эйпл подкастах Гугл подкастах Ютуб Саундклауд Яндекс музыка ВК подкасты Гугл подкасты Ютуб Что я еще Спутифай В других странах Газбокс Да И множество других платформ У нас есть В запрещенной социальной сети Полезная ссылочка Она суперудобная Она ведет практически На все платформы Она также есть В телеграм канале В общем подписывайтесь на наши социальные сети Заходите на сайт Трипункта точком Задавайте ваши вопросы В следующие выпуски Вот Что лето Ох Осталось по факту Еще одно летнее включение И поллет проебанное Да И четвертый сезон Где-то месяц Через Сколько там Через месяц Примерно Чуть побольше Да Будет новый четвертый сезон Чего Ну какие-то новиночки Может быть Да Там что-то Держимся 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 Ребят Да Поддержки Ну как будто бы Наверное все Да Что-то мы так разогнались И остановиться Не хватило времени Знаешь Я такое чувствую Что На таком На такой скорости Прошел выпуск Вдыхаем Вдыхаем А выдохнуть Да Сейчас можно сказать Все пока А можно Знаешь Вот так вот Поосознавать Все ли мы сделали И сказали то что хотели Вот я думаю Про это Проразмышляю Ну да Я знаешь Хочу сказать Что Думающих людей Гораздо больше И неподдерживающих людей Гораздо больше Хочется про это напоминать Хочется про это не забывать Вот поэтому Да А я очень переживаю Я Сегодня думал Даже написать об этом В сторис Я Ну помимо того Что вообще Очень Сложно Плохо Получается Помещается Помещается вообще В сознании А когда помещается То становится Очень тяжело Такое количество Смертей И Людей которые Умирают Ну на самом деле В обеих странах Понятно что Про Украину Особенно грустно В плане Того что Там Большие потери Мирных жителей Вот Я подумал что Мне так страшно Мне стало страшно Что Я понимаю Что Настолько Порушено Доверие И отношения Между Двумя народами Я Вот это Пытаюсь уместить У себя в голове Потому что У меня есть Некоторый Пузырь Что у меня Есть несколько Знакомых Украинцев Которыми Мы поддерживаем Ну какой-то Контакт Насколько Это возможно Да Понимаешь Что мы Не ведем Светские беседы И сыпем друг Другу Лайки В сторис Но как-то Есть возможность Перемолвиться Назовем это так И это Меня поддержит Что не все Не все Просрано Но я понимаю Что это конечно Мой мыльный пузырь Да И может быть У них совсем По-другому Но в глобальном Смысле конечно Настолько все Просрано И это Вот это я пытаюсь Поместить в свое Сознание И просирается С каждым днем Просто просирается С каждым днем Еще больше Больше уже казалось бы Некуда Уже где-нибудь там 25 февраля Уже больше было некуда Но сейчас Это просто такая яма Я не знаю Ну вот наверное Вот это То чувство бессилия Которое Ну вот Перманентно Вот оно Вот оно Вот это невозможно Вот Восстановление доверия И добрых отношений Как-то вообще невозможно Невозможно в ближайшие Ну я не знаю в какое Меня в этом смысле Очень сильно Я у себя делился Блин Можно это Пиарить свой личный Телеграм-канал Ну давай уж Я у себя делился Ну правда Есть интервью Петрановской Если кому-то интересно Знаете, Гоша говорит Да, будем полезно Выкладывать три пункта Выкладывать у себя Козел Но это другой формат Ну конечно Если кому-то будет важно Давайте, раз я сейчас заговорил Прикреплю это интервью К нашему Выпуску Обсуждению выпуска Да Ссылочку прикреплю И в описании выпуска тоже Да Вот интервью с Петрановской Она, конечно, там Очень круто уравновешивает И как будто С ощущением бессилия Но там оно Может быть такое горькое Как у меня сейчас Вот она как будто Уже чуть-чуть его Прожила Чуть дальше прожила его Чем я Вот Поэтому, наверное, такие вот вещи Меня сейчас поддерживают И даже не знаю, что еще Ну, наверное, и все Бег Бег и массаж Бег очень поддерживает Бег и массаж Это правда Физическая активность Супер поддерживает Ну, да Ну, работа еще Конечно, черно Вот И мой мыльный пузырь Мой мыльный пузырь Из близких людей Каких-то С которыми Гешталь баблгам И шталь тоже очень разнородный Я тебе хочу сказать Ну, хотя Мне кажется Ну, да Ну, в общем Не такой разнородный Да Держитесь, ребята И хорошего вам лета Всем пока Да, да Да, августом Продолжение следует... Паркас трипунта Паркас трипунта